Семь арт-объектов русского авангарда расположились на территории парка Малевича. Экспозиция представлена при поддержке Третьяковской галереи и доступна всем посетителям природной территории. Посмотреть на необычные экспонаты поспешили и любознательные члены клуба «Активное долголетие». Они изучили их вместе с главой округа Андреем Ивановым и поделились с ним впечатлениями о своей насыщенной жизни в клубе. Мы не сидим дома, а вот развиваемся, как-то настроение у нас поднимается, как будто заново родились и заново начали жить, ходить научились. Но нам очень нравится. За год количество участников клуба выросло почти в три раза. Еще в январе было две с половиной тысячи долголетов. Сегодня их уже больше девяти с половиной тысяч. И это тоже говорит о многом. Чтобы не сбавлять обороты, глава муниципалитета предложил совместно обсудить дальнейшую работу. Хотелось бы обсудить то, как дальше развивать наш клуб. Что более востребовано, что менее востребовано, что вообще может быть не нужно и уже неинтересно. А какие-то вещи необходимо добавить. Я знаю, у нас практически по всему округу активности. И добавились они в старом городке, в новом городке, в Кудвинке, во Миннесоке, на втором заводе. Практически по всей территории мы так или иначе различного рода активности проводим. Сегодня действуют два полноценных клуба – в Звенигороде и Одинцове. Проводится 19 видов активности и многочисленные экскурсии. Ведется тесное сотрудничество со всеми парками и учреждениями культуры в округе. В конце августа этого года мы в тесном сотрудничестве с парком Раздолье нам даже выделили павильон, в котором у нас на регулярной основе проводятся занятия. По расписанию это и занятия по скандинавской ходьбе, здоровая спина у нас проходит и лечебная физкультура. Пожилой возраст – не помеха для насыщенной жизни. Члены клуба занимаются и волонтерской деятельностью, помогают в сборе и отправке гуманитарной помощи. В связи с такой активностью и увеличением количества участников, главное пожелание долголетов – выделить для их занятий дополнительные площади и расширить географию экскурсий.